Выставка наделала немало шуму в Европе и России. Во Франции и Германии эту подборку полотен называли высоким искусством. В Архангельске православные активисты окрестили Марианской впадиной безнравственности. В экспозиции представлены работы признанных во всем мире художников Пабло Пикассо, Анри Матисо, Эгона Шеле, сделанные в разные годы и в разных техниках. Все они объединены одной общей линией эротизма или любви, кому как больше нравится. Хотелось бы посмотреть, прикоснуться не просто выезжая куда-то, но и к нам в Иркутск. Редко привозят такие выставки. Грех было не воспользоваться случаем, не посмотреть. Понравилось все, особенно, наверное, такая классика, как Матис. То есть это гений нашего искусства. Работы представленных авторов редко встречаются в пространстве одной выставки. У посетителей есть возможность сравнить творческую манеру, а также погрузиться в атмосферу того, что еще сто лет назад медики называли диагнозом, а церковь и сегодня норовит назвать грехом. Погружение, впрочем, предполагает как минимум развитое творческое зрение, которое позволяет видеть эротическое в острых углах и ломаных линиях, например, в матисовских бумажных фигурах. Здесь есть, конечно, литографии, которые выполнены, безусловно, еще в то время, потому что многие художники увлекались этой техникой. Например, Пауль Бундерлих сам делал эти литографии, другие заказывали, естественно, мастерам. Но есть, конечно, какие-то отдельные работы, которые были выполнены уже после смерти художников. Но, тем не менее, все они из частных европейских коллекций. Работа выставки продлится до 18 сентября, а вот посетителям до 18 лет на нее вход закрыт. Поэтому приходите лучше с паспортом или вдвоем. Виталий Шахназаров, Николай Крупченко. Новости сейчас.